Добрый день! Это видео является апдейтом к моему предыдущему видео по варианту Тевякова. Итак, ну я должен признать, что анализ мой действительно хороший и сам Тевяков решил после того хода, который я рекомендую, бросить играть данный вариант. О чем он сознался в одном из видео в Чизбейсе. Конечно, он не упомянул, что чисто я видео снял, и после этого кто-то посмотрел, сниму, подготовился, начал играть. Такого, конечно, не было, но тем не менее я доволен, что мне удалось вывести игру черных на чистую воду, и мой анализ оказался достаточно качественным, что самому эксперту варианта Тевякова, Сергею Тевякову, пришлось бросить играть данный вариант. Так, Е4, Д5, Е4, Д5, КНС3, 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 КНС3. И здесь я показал, что есть ход H3, и практика продемонстрировала, что черные стоят перед огромными проблемами. Давайте посмотрим партии Тевякова, после которых он бросил играть данный вариант. первое из которых он сыграл основной ход слона f5 конь e5 и здесь у меня главный вариант был конь bd7 ну телеков сыграл по-другому именно е6 последовало же 4g6 h4 ход который я не упоминал конь bd7 я упоминал только конь d5 в своем предыдущем анализе конь c4 ферзь c7 h5 слон е4 конь е4 конь е4 ферзь f3 собственно здесь можно закончить понятное дело что у белых преимущество двух слонов у них очень много пространства на королевском фланге поэтому у них грубнейший перевес партия продолжилась путем конь d6, слон f4, конь b6 и здесь гроссмейстера Рогопау в турнире экрана в джакарте стоило просто отойти к нём именно на d2 а не на е3 поскольку на d2 он мог дальше пойти на b3 и черные не могут провести ни подрыв c5 ни подрыв е5 в общем белых контроль по всей доске видимо его бы выиграли в эту партию конечно характер игры явно не понравился тебе Кобу и поэтому он решил разыграть продолжение следующей партии g6 но я также рекомендовал здесь ход слон c4 практика однако показала что на слон c4 может просто последовать слон е6 и да у белых здесь большой пространственный перевес но тем не менее черные избавились от своей главной проблемы от скандинавского слона и они могут здесь наверно полагаться на то что они будут стоять на месте и возможно будет ничья но еще более сильный ход слон d3 видимо довел Тевякова до вывода что этот вариант не играбелен партия последовала слон g7 2 0 2 0 и водя е1 проблема у черных они хотят развить коня d7 очевидно что на 6 развить нельзя веду слон бьет а6 но на слон е6 допустим чтобы сначала вывести слона просто последует конь g5 слону приходится возвращаться на c8 в случае же конь bd7 следует очень неприятно а4 этот ход непонятен вроде бы его хотят а5 а6 сыграть потом черные играют а5 но оказывается основная идея белых хода а4 просто b3 с идеей слона 3 и пешка на е7 внезапно оказывается беззащитной поэтому к сожалению конь bd7 ходить нельзя нужно предварительно защитить эту пешку но если вы видели предыдущее видео посвященное варианту Тевякова я предлагал в подобных позициях играть конь е2 слон f4 таким образом отогнать ферзя но этот маневр необязательным практика показала что у белых есть еще более мощный маневр а именно слон g5 дальше белые играют ферзь d2 слон f4 все слон становится на f4 и минус конечно основной позиции черных в том что они никаким образом не могут ввести своего белопольного слона в игру например слон е6 здесь уже конечно поле g5 занято коня но у белых есть тактический удар после того как они заманили черновойдию на е8 именно слон f6 и после слона f6 конь е4 просто-напросто получается структура из защиты каракан 4 на 3 очень часто она возникает защите каракан но пешка стоит уже на g6 и не на g7 это во-первых во-вторых очень много материала разменено то есть здесь игра будет уже идти чисто на два результата причем более неподходящая редакция до черных по сравнению с защитой каракан поэтому тебе как он сыграл конь bd7 ферзь d2 здесь я уверен что тот ход который сделал он очень не хотел сделать е6 потому что после этого у черных слона c8 может выйти только через b7 но это очень долго и в том что на другие продолжения например на конь f8 последовала слона f4 то же самое на конь b6 на конь b6 надо поточнее чтобы контролировать поле от c4 слона f4 ферзь d8 просто слона 6 следует конь d5 после размена конь е4 и здесь черные так и могут развить своему белопольного слона у них очень много слабости по черным полям я просто мог в какой-то в бед сыграть конь g5 конь е5 впадая на пешку f7 либо конь g3 h4 h5 поэтому тебе кофт сыграл е6 но последовал очень сильный ход конь е5 и на ферзь d4 конечно следовало бы конь и все мы ферзь черные теряют поэтому b6 тоже не было сыграно идут слоны f4 с угрозой конь f7 тюняков сыграл ферзь f8 а3 профилактический ход конь d5 конь d5 увы цена d как раз тут проявляется глубокая деяхода а3 слон d5 ферзь d6 и ферзь b4 черные и не могут развязаться потом последовал е на т но дальнейшее было просто конь g4 конь b6 после размена на е8 воде е1 слон е6 просто конь f6 и ввиду слабости черных полей черные через несколько ходов сдались партии гусейнов тюняков которая собственно видимо положила конец развитию данного варианта в классические шахматы сергей тюняков так больше уж точно не сыграет ну на этом все как вы видите некоторые видео которые по дебюту выпущены на моем канале достаточно качественные допустим проход h3 мало кто сдал два года назад но после того как теоретики поанализировали оказалось что этот ход действительно просто-напросто закрывает вариант тюнякова на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца с вами был mvp то есть вот 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 Продолжение следует...